Показать вам на примере предметно, как делается плохая новость по методичке Навального. Любая тема, любая нормальная тема, смотрите. Плохая новость. Вот так показываем. О, ужас, ужас, мост развален, все заметено, все пропало, все пропало. Между тем, рядом стоит вот мост, можно показать вот так, а зачем? Лучше кричать ужас, а все пропало. А по сути, вот смотрите, мост все пропал. Ну вот, слава и деда России сделали новый мост. Правда, в один ряд, ну хер с ним. А можно сказать, что это в дворе, да. И все будет нормально, понимаете? Любую новость можно слепить из ничего. Вот, а команда Гномова при администрации, вот сейчас они будут делать им хорошие новости. Будут лепить им реальность ту, которая нужна администрации, к примеру. А администрация живет и работает по методичке Навального, но наоборот. Они, когда все кругом говно, они говорят, нет, все хорошо, все хорошо, все замечательно, все зае и так далее, да. Вот так все это и работает. Можно со знаком плюс, со знаком минус и один хер. Даже со знаком плюс они будут работать себе на карман, то есть себе в зачеты, понятно? А потом будут кричать, вот мы сделали то, мы сделали это, хотя это федеральные программы, от этих идиотов вообще ничего не зависело. Вообще. Единственное, что они могли сделать, это не мешать. Но они не мешали, как бы, на то спасибо, да. А там, где можно эту самую руку запустить, они запускают ее по самый локоток, а потом сливают тех, кто им надоел, там, и те, с кем надо делиться. Собственно, вот скоро будет, в общем-то, суд над одним из тех, кого они слили. Так что, смотрите, наблюдайте, замечайте. И когда вам показывают что-нибудь, смотрите, а что же находится все-таки за кадром? Что же находится за кадром? Можно вот так, а можно вот так, да? А можно вот так. Живи своей жизнью и думай своей головой.